Назначено дополнительное время. Эль Матадор! Ау! Тот, кто забьёт первым, победит. О-хо-хо! Шейкс ждал паса от Эль Матадора, но так и не дождался. Эй, бро, ты должен думать о команде, а не только о себе. Я думаю о том, как забить гол. Почему ты такой единоличник? Я? Не! Из-за тебя мы проиграем. Если Эль Матадор не может забить, никто не сможет. Я тебе говорю, дай мне пас! Они будут играть или нет? Эй, Матадор, не живой! И страйкеры снова упускают свой шанс. Сегодня страйкеры показали не самый лучший футбол. На ошибки Эль Матадора очень рассчитывают гидры, которые надеются увезти домой дополнительные три очка за победу. Надеются? Ха! Видели, как они играли? Победа будет за гидрами! Шейкс! Ко мне в кабинет, живо! Почему он злится на Шейкса? Матадор так зазнался, что всем только мешал! Так галы не забивают. Я делаю, что могу! Друг, сегодня ты ничего не смог! Угу! Нам не удалась ни одна атака! И всё из-за твоего поведения! Угу! Знаешь, я... Я не хочу играть с тобой в одной команде, если ты всё портишь! У меня есть задание для вас с Шейксом. А? Вы едете за границу к одному моему другу. У-у-у, в Париж, Милан, Нью-Йорк? Нет. В Солонезию. Ха! Круто! Накосячил и выиграл путешествие! Но, тренер, я... Это не обсуждается! Наши Киэль Матодора очень рассчитывают гидры, которые надеются увезти... Ещё не прилетели? Нет. Надеются? Вы видели, как они играли? Победа будет за гидрами! Прилетели? Нет. А что такого особенного в этой Солонезии? Зачем тренер... Зачем тренер отправил меня туда? Солонезия — родина Чинлона. А, тогда всё понятно. Мы летим Солонезию к другу тренера. Чинлону! Ты должен вернуть Аль Матодора обратно в команду. Суперстрайкеры, говорят, вы известные футболисты. Но помните, в Солонезии футбол запрещен. Смотрите без глупостей. Спасибо, сэр. А мы будем играть... Ещё раз большое спасибо. Что? Что? Тренер сказал, что в Чинлон нельзя играть приезжим. А, мы будем жить здесь? Нет. Мы будем жить с местными. Ты спятил? Амиго! Это отстой! Нет. Это отстой. Ещё не приехали. Чинлон. Чинлон. Ты Шейкс? Ого, уже за автографами. Я Шейкс. А я... Эль... Я Кин. Кен? Идите за мной. Тренер просил Кина обучить вас Чинлону. А, Чинчонгу? Чинлону. Это древняя солонезийская игра. Игроки передают мяч по кругу. Бить можно как угодно. Главное, не уронить мяч. А, мы притащились в такую даль, чтобы поиграть в мячик из тростника? Есть три правила игры в Чинлон. И всё? Овладев ими, страйкеры станут сильнее. Я обыграю тебя в два счёта, Шейкс. А, Чинлон – это не соревнование. Команда соревнуется сама с собой, чтобы играть лучше и дольше. Эль Матадор и так играет лучше всех. И дольше всех. И всё один. Ты поможешь ему? Угу. По-моему, это очень сложная игра. Лучше пойдём, пока не опозорились. Ха! Ты спятил? Тебе, может, и сложно, а мне – нет. Правило первое. Будь готов. Мяч может прилететь в любой момент. Я отвлёкся. Внимание! Да-да, Шейкс. Теперь всё нормально. Хорошо. Правило второе. Каждый пас – это послание. Ха-ха! Гол! Я прочитал твой пас. В нём говорилось «забей гол!» Тренер предупреждал меня, но я не знал, что он настолько плох. И не говорите. Ага, вы играли в Чинлон. Мы же говорили, Чинлон только для местных. Теперь придётся вас депортировать. Стойте! А третье правило? Что? 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 Хм. Ха-ха-ха! Проще простого. Значит, ваша поездка не удалась. Нас выслали до того, как мы успели закончить обучение. Завтра мы играем с гидрами. А Эль Матадор настроил всех против себя. Он вернёт их доверие. А-а-а, слетали в какую-то непонятную страну, сыграли в футбол без голов и получили пинка от полицейских. Надеюсь, ты сможешь объяснить ему. Иначе на поле он не выйдет. Я знаю, Чинлон может помочь. Я только не знаю, как. Вспомни, что нам говорил монах. Без монаха мы не справимся. Почему сегодня все лезут в мою сумку? Сначала монах, затем ты. Эль Матадор. Кин положил в твою сумку свитки. О-о-о. Идём. Позовём остальных. О, вы привезли сувениры, да? Издеваетесь, да? Мы знаем, как вы там классно отдохнули. Вот, зачем мы ездили в Солонезию. Три свитка, три правила Чинлона. О-о-о! Потрясно! Это же настоящие рисунки Чинлонских монахов. Мы вас научим. Правило первое. Будь готов. Мяч может прилететь в любой момент. Это сказал настоящий монах. Сейчас всё покажу. Правило второе. Каждый пас – это послание. На мяче что-то написано. Нет, но надо бить чётко. Значит, ничего не написано. Ничего не написано! Хм, чудесно. А теперь моё любимое. Правило третье. У тебя одна попытка, так что не ошибись. Главное – научиться играть хорошо. А потом ещё лучше. Хм. Что ж, попробуем. Как ты это сделал? Это было круто! Молодец, Шейкс! Похоже на брэк-данс. Видите, что бывает, когда все преследуют одну цель? Здесь-то Чинлон работает. Но перед фанатами Матадор ведёт себя совсем по-другому. Точно! Мы на стадионе «Страйкерленд». Все с нетерпением ждут матча с гидрами. Но, как ни странно, много вопросов вызывают лучшие нападающие страйкеров. Будем надеяться, что сегодня они будут играть более организованно. Иначе гидры точно победят. Оказывается, поездка очень помогла. На тренировке Эль Матадор играл в Чинлон как профи. Надеюсь. Вот увидите. Если он снова не забьёт, сядет на скамейку. Очень-очень надолго. Эль Матадор! Ау! Просыпайся! А то не увидишь, как мы вас сделаем. Я должен забить, чтобы остаться в команде и понравиться болельщикам. Готов сыграть по-чинлонски, дружище? Это футбол, Шейкс, а не чинлон. Мне нужно играть жёстко и быстро. Я должен доказать тренеру, что я по-прежнему лучший забивала супер-страйкеров. О, нет. Тренеру это точно понравится. Похоже, предыдущая игра Эль Матадора ничему не научила. Если так пойдёт и дальше, защитникам страйкеров придётся нелегко. Друг, не забывай про чинлон! Не думай сейчас о болельщиках! Пожалуйста, докажи, что мы ошибались! Мяч у Эль Матадора! Слишком высоко! О чём он только думал! Сплочённая команда похожа на сложный механизм. Стоит заржаветь одной детали, как всё остальное тут же развалится. Капитан Гидр просит мяч. Гоу! У супер-страйкеров явно проблемы с командной игрой. 1-0 в пользу Гидр! Правда, у меня такое чувство, что страйкеры уступают им гораздо сильнее. 2-0 в пользу Гидр! Эль Матадор! Зачем ты бьёшь поворотом всякий раз, когда мяч у тебя? Эх, забивать голы вообще-то моя обязанность! Нет! Твоя обязанность – играть с нами в команде! Вспомни, чему мы научились. Эх, прости. Послушай, ещё есть время, но мы должны помочь друг другу. Мы команда или кто? Давайте нас всё три! Раз, два, три! Супер-страйкеры! Просто скажи, что нужно делать Аль Матадору. О-хо, кажется, Шейкс что-то задумал. Да, похоже, он действительно затеял что-то интересное. Путь готов. Мяч может прилететь в любой момент. Каждый пас – это послание. Всего одна попытка. Не упусти свой шанс. Ха! Эль Матадор! И страйкеры сравнивают счёт. Болельщики в полном восторге. Но супер-страйкерам одного гола мало. О-хо-хо! Фантастический гол от легендарного капитана страйкеров. И всего за считанные секунды до конца матча. Как неожиданно! Супер-страйкеры превращают неминуемое поражение в заслуженную победу. Я виноват, тренер. Я не забил голов. Мы играли как команда и победили. Вот что главное. Я всё ещё в команде? Ну, конечно! Расскажите нам, откуда вы взяли эти потрясающие круговые передачи? Из Солонезии. Соло... что? Ха-ха-ха! Это идея тренера. А кого же ещё? Э-э... Что ж, вы всё слышали. Передаю слово студии. Солонезия? А-а-а! Чинло! Осталось последнее. Куда мы опять летим, Шейкс? Надо кое-что вернуть в Солонезию. И мы снова увидим Кена? Его зовут Кин. Кен? Э-э... да, точно. Зачем? Только давай больше не будем играть в Чинлон, хорошо? Ха-ха, договорились. Субтитры сделал DimaTorzok